Я вообще пришла работать на телевидении, когда мне было 18. И в возрасте 36 я решила резко что-то в своей жизни поменять. Это было непросто, и я не была уверена в том, что это к лучшему. Мы единственные, кто запустил свое родильное утреннее шоу «Подъемная сила» на телеканале «Мир 24». Как-то у Саши спросила, говорю, Саша, ты как-то переживала, ревновала меня когда-то к работе? Были какие-то ситуации, когда вот тебе меня не хватало, может быть, потому что много же историй таких бывает? Она сказала нет. Говорит, мама, честно, нет. Ведь мы почему к 20-му году пришли? Потому что ведь тогда часть толпы была тех, кто пошел за теми, кто был такой крутой, модный, а почему-то вот не любить родину стало модно. Каждая женщина должна знать, что если у нее есть какая-то потребность, есть какая-то инициатива... Вот сейчас важно, вот важные слова сейчас звучат. Есть какая-то инициатива, она должна знать, куда она с этим может прийти. Она знает, что есть белорусский союз женщин. Женщина там на краю Беларуси закричала, а мы здесь ее услышали. Вот это очень важно, понимаете? Вот для этого и создаются такие общественные объединения. Ольга Александровна, как будем, на ты или на вы? На ты, наверное. Мы так давно друг друга знаем, что, мне кажется, нужно... Ну, давай так, на ты, но Ольга Александровна. Юрий Георгиевич, как сказать. Из уважения к твоим регалиям. Прежним я себя почувствую. Нет, нет, ну хорошо, по-другому скажу, не регалий, а мест, где ты работала, и работала первым лицом. Я вот даже сейчас пытался вспомнить, так освежить в памяти, и, наверное, не все вспомнил. Но если брать АТН как точку отсчета, руководитель отдела корреспондентской сети, затем было, по-моему, радио. Нет, затем был интернет-портал Минск Ньюзбай, потом был Вечерний Минск, потом Минская Правда. Это вообще, когда я с телевидения ушла просто в печатные СМИ. Резкий поворот был такой в карьере. После Минской Правды был национальный пресс-центр. После национального пресс-центра администрация президента, после администрации президента МТР Камир. Люди со стороны сказали бы, что это огромный скачок карьеры. Ты сама с чем это связываешь? С тем, что вот в тебе копились какие-то качества, которые просто не находили применения. Ты целенаправленно к этому сама шла или все-таки судьба? Ну, вообще, конечно, в нашей жизни все оттуда. Я вообще пришла работать на телевидении, когда мне было 18. И с 18 лет я работаю в АТН. То есть, ну, как бы это был второй курс журфака. И я сразу попала вот в момент создания АТН. И я никогда не думала, что я вообще из вот телевидения, из информации на телевидении уйду. Но так случилось. И, наверное, вот это был такой резкий поворот в моей жизни, который я не сразу восприняла правильно. То есть, мне было так тяжело уходить. Потому что 18 лет я на телевидении отработала. 18 лет я отработала в АТН. И в возрасте там 36 я решила резко что-то в своей жизни поменять. Это было непросто. И я не была уверена в том, что это к лучшему. Но я понимала, что если не сейчас, то когда? То есть, нужно что-то пробовать и нужно как-то меняться. И поэтому, ну, многие бы сказали, что этого не стоило бы делать. Это было такое спонтанное достаточное решение. Но я решила пробовать. Вот как я решила пробовать, так я и пошла пробовать. И пошла как бы развиваться. Я очень рада, что я попала после телевизионной журналистики в печатное, в СМИ. Потому что для меня это было что-то новое, удивительное, незнакомое. И причем я сразу попала на должность главного редактора, что оно как бы несет особую ответственность. И, наверное, все получилось, потому что всегда все пользуются законами жанра. То есть тем, как принято. Вот когда мы начали верстать газету по-новому, ко мне приходил человек, который верстал и говорил, так нельзя. Я спрашивала, почему нельзя? Он говорит, ну, потому что это не по закону верстки. А для меня не было законов. Я понимала, что так глазу приятно, что он так воспринимает, что так интересно, что так, наверное, это где-то по-новому. И вот получилось, что и читателю это тоже понравилось. А так на каждом новом месте было? Ты не сильно обращала внимание на, ну, скажем, нет, не на законы, на традиции, которые сложились, так или иначе они складываются, профессиональные какие-то. Я под традициями. Я сторонник традиций. Я за то, чтобы традиции сохранялись. Хорошо. Я скажу по-другому. Не традиции, а на профессиональной клише, которые вот сформировались в том или ином коллективе или в той или иной профессии. Я всегда, понимаете, это же не значит, что я прихожу и начинаю что-то менять в корне. Всегда нужно развиваться, опираясь на какие-то вещи, может быть, и традиционные. Но развиваться. Ключевое — развиваться. Иногда нужно перейти какую-то вот такую... Вот коллектив, когда работает-работает, он до какой-то черты доходит. И вот всегда переступить эту черту, сделать, может быть, то, что не все считают правильным или то, за что могут наказать условно как-то, или то, что может не понравиться кому-то. Всегда вот подходишь к такой грани и думаешь, стоит этого делать или не стоит. И вот это выйти из зоны комфорта. Так вот, пока ты выходишь из зоны комфорта, ты развиваешься. Как только ты перестаёшь выходить из зоны комфорта, создаёшь для себя комфортные условия и начинаешь в них просто жить, потом жизнь превращается в существование в этой зоне комфорта, и пора на пенсию. Ты понимаешь, что вот ты сейчас, ты фактически тренер по личностному росту, или по развитию. Коих сейчас много, которые, в общем-то, сами ничего не достигли, но все преподают. Например, у меня есть люди, которые вместе со мной прошли все этапы и работают сейчас тоже со мной на новом месте. Это буквально 2-3 человека, но вот они вместе со мной окунались каждый раз в новую историю. Я очень благодарна этим людям, потому что они мне верили. Потому что всегда это была такая история, которая, ну, вроде казалась не к лучшему. Я никогда не шла на большую заработную плату. У меня всегда так получалось, что любая моя новая должность была связана с уменьшением моего материального дохода. Сейчас ты, получается, зарабатываешь гораздо меньше, чем 18 лет назад в ТН? Сейчас нет. Сейчас уже как бы нет. Но когда я уходила из ТН, я шла изначально на меньшую, например, заработную плату. Но был интерес. То есть я понимала, что в жизни я могу попробовать что-то новое и чего-то добиться. И постепенно я приходила к чему-то новому. И потом опять что-то менялось. И, ну, я считаю, что вот все, к чему я пришла, это только благодаря тому, что я не говорила себе стоп. То есть я когда-то, вот в 2013 году, когда уходила из ТН, я четко поняла, что все, что мне будут предлагать, я буду брать. Я буду брать и пробовать делать. И вот так и получается. Я бы хотел сейчас вот назвать все, что ты рассказываешь, такой историей успеха, но не хочу. Потому что я же понимаю, что история-то продолжается. Ну, дай бог, чтобы это была история успеха. Мне кажется, это история просто... Нет, это история однозначно успеха, потому как, ну, сейчас ты руководитель достаточно известный. И, ну, уж там, крупный, не крупный, это у всех свои понятия, телекомпании, межгосударственной, телекомпания «Мир», которая, ну, точно ее люди знают, смотрят, любят. От себя, скажу, шикарный кинопоказ у вас просто. Спасибо. Смотри, как жизнь тебя провела. Из телека, ну, из телевизии, мы будем... Телек, для нас он телек. Ну, для нас он телек. Из телека, и все равно через сколько лет, получается? Ну, в 13-м я шла. Почти 9 лет, 10, и ты все равно попала на телевизии. Ты, ты когда пришла вот в телекомпанию, ты... Ну, потому что бывших не бывает. Ты почувствовала родное что-то вот? Это, наверное, была самая простая должность, ну, вернее, не самая простая, в плане профессиональном, я в нее входила проще, чем во все остальные, потому что вот это было для меня, ну, совсем знакомое мое и родное. Поэтому я пришла туда и сразу почувствовала себя, как рыба в воде, да? И сразу понимала, что мне нужно делать, и сразу понимала, какие могут быть проекты, куда мы пойдем дальше, что мы будем менять, над чем еще нужно поработать. Но, опять-таки, здесь у меня тоже была новая история, потому что межгосударственная телерадиокомпания «Мир» в нашем представительстве, ведь это не только телевидение, это еще и радио. Радио «Мир» — это сегодня прекрасное радио, которое многие слушают и многие знают. И вот радио для меня было новой историей. Как бы радищиков мне пришлось узнавать, познавать все вот, вся эта терминология, работа, это тоже как бы была такая история, которую я познавала заново. И вот год ушел на то, чтобы мы запустили новое радиное проект, и мы немножко переформатировали радио. Была задача сделать вот таким полезным, информационным, развлекательным радио для всей семьи. То есть мы поставили перед собой такую задачу. Считаю, что у нас это получилось, потому что наш проект не просто заметили его и отметили. Мы единственные, кто запустил свое родийное утреннее шоу «Подъемная сила» на телеканале «Мир-24». То есть страны СНГ, те страны, где идет «Мир-24», утром прозыпаются с белорусскими радиоведущими в телевизионном эфире. Мы стараемся наполнять максимально хорошей, интересной информацией, в том числе, касающейся нашей страны. Понятно, что это не политика, но это то, что рассказывает о нашей стране, то, что показывает нашу страну. «Мир-24» смотрит порядка 50 стран. Он идет не везде, он в основном пакете, но, по крайней мере, кабельщики его показывают и в Соединенных Штатах, и в Эстонии. Как бы той же идет «Мир-24». Поэтому мы рады, что именно наше родийное шоу стало телевизионным шоу. То есть вот это тоже такая история, которая вот так получилась. Ну, это как пример удачный. А вообще, вот в целом, на твой взгляд, ведь телерадиокомпания «Мир» изначально задумывалась, да, как телерадиокомпания, объединяющая страны с отружеством независимых государств. Межгосударственная, да. Да, межгосударственная компания. И, в общем-то, главной целью ее было именно знакомить жителей этих стран бывшего Советского Союза, затем СНГ. Как живут люди там, в Казахстане, например. Неважно, в какой из стран из этих бывших. Сейчас в полной мере, вот на твой взгляд, телекомпания, не только белорусская вот ее часть, а вообще, это же огромная компания, выполняет свою функцию. Однозначно. Однозначно. Особенно на сегодняшний день. Как бы вот почему и по рейтингам, ну, везде же есть свой медиа-измеритель, который замеряет просмотры, показы. В том же Казахстане мир всегда держит высокие позиции. И по доле смотрения он опережает национальные даже каналы. У нас всегда высокая доля смотрения на нашей территории. В Узбекистан пришел, они в начале представительство ушло из Узбекистана, теперь Узбекистан возвращает представительство мира 24, потому что есть потребность. То есть запрос на информацию о жизни в том же у белорусов в Узбекистане и наоборот, условно говоря, он есть. Безусловно. Я когда для себя открыла канал Мир 24, есть телеканал Мир, который вы смотрите в основном пакете, а есть канал Мир 24, который доступен, например, залитым на 23-й кнопке. Это первый евразийский информационный канал. Это информационные блоки. То есть, если вы хотите узнать, чем живет Армения, Азербайджан, Таджикистан, Грузия, все на этом канале. И это реально интересно, потому что это люди близкие тебе по менталитету, потому что они говорят с тобой, хотя мы все говорим на разном языке, но тем не менее, мы с вами носители еще и русского языка. Ну, язык безнациональный, вообще не русский. Да, да. И поэтому для нас это все понятно. И я поняла, что, например, для меня эти страны открыты еще и в плане туристическом, потому что там очень много мест, которые хочется посмотреть. Есть программы, которые как раз и рассказывают о том, какие места стоит посетить, о том, чем страна живет. Причем политика информационная, например, на телеканале «Мир», она такая, мы констатируем происходящее, а дальше уже наши зрители сами делают оценку и проводят параллели. Потому что вы понимаете, что такое межгосударственное и межэтническое. То есть здесь должна быть четкая грань. Да, но неверное слово может ввести конфликты, конечно. И поэтому мы должны рассказать, что происходит и в этой стране, и в этой стране, и в этой стране, но в то же время мы подаем информацию, не окрашивая ее своими какими-то красками. Мы ее отдаем нашему зрителю для того, чтобы он сделал свои выводы. В каком еще информационном выпуске, например, вы можете увидеть, чем занимается и какие совещания проводит президент Беларуси, президент России, президент Туркменистана, например, или Азербайджана. Кстати, наши зрители вот как раз-таки первые узнают, когда начинается сезон черешни, потому что тут же наши коллеги, например, из Азербайджана показывают, что черешня собирается, вот через какое-то время она появится на наших прилавках. Поэтому для меня, например, мне кажется, это такие вещи, которые нам очень нужны. Женщины, которые слушают твою историю про все эти выходы из зоны комфорта, про вот этот карьерный рост. У меня это самая любимая история выхода из зоны комфорта, потому что это только, когда вы выходите из этой зоны, вы растете, иначе нет роста. Но вот я уверен, у многих сейчас такая мысль, а, ну, наверное, у нее нет ни детей, и, естественно, она может позволить себе там жить на работе и полностью отдавать себя работе. Это так? Нет, я с ребенком жила на работе. У меня есть дочь, дочь взрослая, дочери 22, она в этом году закончила ИНЯС. Ну, как раз, получается, если 22, получается, вся вот эта твоя вот эта вот карьерная, скажем так, история, она как раз в самом трудном возрасте была, в сложном. Как вообще ты вот делила работу и семейные хлопоты? Ведь для любой женщины это такой важный вопрос. Я даже задумалась, если честно, вот даже никогда не думала о том, что я как-то это делила. У меня, во-первых, с дочерью всегда складывались такие очень отношения, ну, это так модно говорить, да, что мы там подруги, не мама с дочкой, мы подруги. Нет, мы и мама с дочкой, и подруги, но она для меня очень близкий человек. Наверное, вот самый близкий человек, который вот у меня есть на сегодняшний день, это моя дочь. И я для нее такой же человек, я надеюсь, по крайней мере. Но мы всегда делимся и всегда рассказываем друг другу обо всем, что у нас случается, и тем закрытых нет. Наверное, потому что она росла вот с младенческой, вы же помните, наверное, тоже моего ребенка, которого забирал из детского сада, тот, у кого была Марка БТ на машине, в детском саду отдавали, главное, чтобы брендированная машина была. С ней делали уроки все, кто мог делать. То есть для нее мама, работа, это как-то было так неделимо. И она всегда с уважением относится к тому, что я делаю. То есть она понимает, что я должна реализоваться. И, наверное, это пример для нее, потому что она, например, с восьмого класса работает. Не потому что денег в семье не хватает, а для того, чтобы иметь свои какие-то деньги на свои нужды. Я это только приветствую. Она всегда пытается себя занять так, чтобы у нее все было расписано. Она такой человек-графика, у Яни такая. 24 часа в сутки все должно быть расписано. И вот на этом взаимопонимании мы как бы и... Ну, помимо этого у нас еще есть две кошки, вторая появилась недавно. У нас еще есть собака, у нас есть рыбки. Это наше хозяйство, которое вот мы там все смотрим. Ну, то есть в твоей истории вот этого конфликта семья-работа-работа-семья и его нет. Нет, я даже как-то у Саши спросила, говорю, Саша, ты как-то вот переживала, ревновала меня когда-то там к работе? Были какие-то ситуации, когда вот тебе меня не хватало, может быть, потому что, ну, много же историй таких бывает. Она сказала нет. Говорит, мама, честно, нет. Ну, может быть, потому что я всегда знала, что на утренник в детском саду, что бы у меня ни было, как бы ни было, хотя бы на 15 минут, но я забежать должна. Укладывала ее спать, даже если я приходила очень поздно, она знала, что я всегда подойду, там скажу, Сашенька, я пришла, спокойной ночи. Вообще детей нужно любить. Ну, просто вот искренне любить. Когда ты их любишь, мне кажется, они эту любовь чувствуют на любом расстоянии и не бывает такого, чтобы вот они прям были чем-то недовольны или как-то тебя к чему-то ревновали. Наоборот, когда она видит, что я много работаю, она пытается взять часть ответственности на себя, например, за какие-то вещи. Когда я вижу, что она много работает, я пытаюсь ей помочь, то есть взять какие-то ее хлопоты там с ее домашними питомцами на себя, для того, чтобы она там лишний раз отдохнула или там прошлась куда-то с друзьями. Я думаю, что когда она меня услышит, она со мной согласится. Я надеюсь, по крайней мере. Как-то оценивая события 20-го года, ты называла одной из причин, в общем-то, вот этой всей истории, то, что у нас сформировалось целое поколение людей, которые стали частью общества потребления. Меньше стали думать о более высоких смыслах жизни, нежели о абсолютно приземленных. То есть, когда на первый план выходит обладание дополнительной парой обуви, либо парой брюк, джинсов, я не знаю, что-то еще, либо машины подороже, ну, что-то из этого и оперы. Мы почему-то решили, что это самое важное. Мы почему-то решили, что самое важное это достать кожаную куртку, которой там нет ни у кого или у каждого, но у тебя ее нет. Мы почему-то решили, что мы все должны ходить вот в таких джинсах, потому что они там самые суперские, самые модные, и как бы за них можно родину продать. Вот что с нами случилось? Мы почему-то все поехали за порошками, пирожками. Вот что тогда происходило? Ну, мы же считали, что это правильно. И мы почему-то решили, что там гораздо лучше, чем у нас. И мы почему-то детей своих начали в этом воспитывать. То есть мы говорили о том, что ты учись, ты расти, потому что учи языки обязательно, потому что надо ехать учиться за границу, потому что там почему-то тебе будет лучше. Вот я сейчас сама не могу понять, почему. Я тоже задумался над этим. Вот ты знаешь, к грустному выводу пришел на самом деле. Ну, может быть, он не совсем верный, но мне так кажется, что нас вот в те вот переломные времена нас, людей, если брать целым, допустим, общество, общество Советского Союза, более образованных, чем в Европе. Сейчас мы это уже понимаем. Более культурных во многом. Я не беру частности, они есть всегда и везде. Но в целом. С традиционными ценностями. С традиционными ценностями. Нас купили, как когда-то покупали папуасов за им бусики, а нам жвачки. А нас за жвачку. И мы, находясь, ну вот как недавно, мне очень понравилось определение, под когнитивным ударом, очень легко купились на это. И сколько времени, как выясняется, потребовалось, чтобы понять, что, блин, это... Но Бог Беларусь любит. Поэтому и случился 20-й год. Потому что, если бы мы дальше, вот так вот, да, то есть, я вот ищу вот этот момент, когда вдруг стало модно не любить Родину. Ведь мы почему к 20-му году пришли? Потому что ведь тогда часть толпы была тех, кто пошел за теми, кто был такой крутой, модный, а почему-то вот не любить Родину стало модно. И если ты ее любишь, если ты патриот, если ты честно признаешься в том, что мне здесь хорошо, я не хочу никуда, то он на тебя смотрит и думает, блин, ну какой-то вообще непонятно, немодный какой-то, да? Как это он так? Как это он не хочет там учиться где-то там за границей или там ехать жить в Польшу там или еще куда-то. Поэтому 20-й год переломил у многих из нас вот это вот сознание, вернул чувство патриотизма, чувство Родины, чувство Земли, чувство родного дома, чувство того, что тебе реально дорого. И стало понятно, что не деньги, не зеленые... Ну, которые безусловно важны. Тут без них тоже сложно. Деньги важны для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно. И должно, и их достаточно столько для того, чтобы ощущать вот эту вот зону комфорта. Если ты всю свою жизнь превращаешь только в момент зарабатывания денег, во-первых, деньги к тебе никогда не придут. Ну, потому что это вот, ну, как бы сумасшедшее желание только обокатиться. А во-вторых, смысл тогда в жизни теряется, потому что все мы уходим из этой жизни рано или поздно. И когда мы из этой жизни уходим, мне кажется, что очень важно все-таки понимать, с чем ты уходишь. Что ты воспитал, что ты оставил. Ни дом, ни машину, ни какое-то там суперматериальное благополучие, а именно вот в моральном плане, что ты оставил на этой земле, да, что ты передал своим детям. Любому ребенку, особенно, когда он маленький, его не обманешь. Ведь ему не важно, в какие джинсы его одевает мама, сколько эти джинсы стоят. 20 рублей или 3 рубля. Ему важно, чтобы мама это делала с любовью. Понимаешь? И когда ребенок подрастает, потом бывает вот этот подростковый возраст, когда ему хочется там модного, дорогого, это все тоже потом проходит. И когда мы становимся старше, когда уже уходят наши родители, ведь мы родителей благодарим не за то, что они нас одевали в дорогие вещи, и не за то, что нам они оставляют машины или дома, а за то, что они у нас были, за то, что они нас любили, за то, что они нас воспитали, за то, что они дали продолжение. Вот мне кажется, мы просто сейчас возвращаемся к этим ценностям. И, ну, слава Богу. Ольга Александровна, ты заняла очень серьезную общественную, ну, я не знаю, это, наверное, не должность, назову это позицию, позицию, председатель Белорусского союза женщин. 150 тысяч человек, если я не ошибаюсь, в рядах этой организации. Это, ну, примерно, ну, это больше Бобруйска, так, если с младенцами и стариками, да? Можешь на пальцах объяснить, для чего, зачем и для кого? Вообще, существует Белорусский союз женщин? то есть, все знают, что он есть. Ну, я сейчас не хочу никого обидеть, ни прошлое руководство, ни весь союз женщин, ни дай бог самих женщин. Я хочу понимать, вот, в чем главная его привлекательность для женщин, во-первых, и что хорошего он делает в нашем государстве. Ну, вообще, общественные организации, конструктивные общественные организации, особенно многочисленные общественные организации, это же и есть формирование гражданского общества. Ну, сейчас сказала так, как нельзя говорить, очень умными такими фразами и моментами, но на самом деле оно так и есть. И то, что мы должны сформировать такое здоровое гражданское общество, состоящее из конструктивных общественных организаций, нам показал 20-й год. Сейчас просто объясню почему. До 20-го года у нас тоже существовали общественные организации, и они чем-то занимались, кто-то в них вступал, кто-то не вступал, занимались они многим на самом деле. Вы как журналист прекрасно знаете, мы освещали и мероприятия, которые проводили и Белорусский союз молодежи, и союз женщин, и Белая Русь, их было много, и членов там было много, и они работу свою вели. И я почему заговорила про 20-й год. В 20-м году мы так, как гражданское общество, мы такими незрелыми подошли к тем событиям, в которые нас окунули. И, наверное, ну и не наверное, а точно и общественные объединения не заняли эту позицию, которую бы изначально хотелось бы, чтобы они заняли. Но потом, посмотрите, как проснулся Белорусский союз женщин. Вот этот форум грандиозный, который они провели в поддержку главы государства, в поддержку как бы того, что было, есть и будет в нашей стране, он ведь стал таким поворотным моментом. И что было важно на этом форуме? Было важно увидеть, сколько нас. Было важно увидеть, что мы мыслим одинаково. Было важно увидеть, что мы слышим друг друга. Нам было важно высказаться. Люди выходили на сцену и говорили от души. Я была одним из организаторов этого форума. Я могу со стопроцентной гарантией, вот положа руку на сердце, сказать, что никто никому речи не писал. Все женщины выходили и говорили то, что они думают, говорили то, что они чувствуют и говорили от души. И вот понимаете, общественное объединение это и есть момент, когда ты чувствуешь плечо, когда ты чувствуешь, что ты не один, когда ты чувствуешь, что если у тебя есть какая-то инициатива, вот, например, я приведу общественную организацию в пример, которая появилась как раз вот на этой волне. Она появилась снизу, от народа. Это патриоты, патриоты Беларуси. Да, вот это же был запрос. Они же появились. Они тогда назывались даже общественной организацией или общественным объединением. Это сейчас они к этому пришли. И вот каждая женщина должна знать, что если у нее есть какая-то потребность, есть какая-то инициатива... Вот сейчас важно, вот важные слова сейчас звучат. Очень важно. Эта инициатива, она должна знать, куда она с этим может прийти. Она знает, что есть белорусский союз женщин. Она может туда прийти и получить то, в чем она нуждается. Если она хочет реализовать какую-то инициативу, она может с ней прийти. Как она будет дальше реализована, ее должны выслушать и понять, есть дальнейшее развитие или здесь вот объяснить, почему мы не можем, например, вот делать так, но взять на вооружение и пойти делать это, ну, каким-то образом, по-другому, да. Если у нее есть даже потребность какая-то в помощи, она должна прийти в союз, потому что союз объединяет и юристов, и экономистов, и там тружениц села, да. То есть мы же вместе можем решить любую проблему. Вот для этого, на мой взгляд, я очень надеюсь, что у нас получится вот быть именно такими. Белорусский союз женщин, он же не только вот эта республиканская верхушка, да, вот правление, президиум. Ну, 150 тысяч человек не может быть разной верхушкой. В каждой области, в каждом районе. И вот от того, какие люди будут работать вот в районной организации, да, здесь очень важно то, как это на местах все происходит. Понимаете, вот тогда будет, тогда организм будет живым. То есть очень важно, чтобы вот, ну, женщина там на краю Белоруссии закричала, а мы здесь ее услышали. Вот это очень важно, понимаете. Вот для этого и создаются такие общественные объединения. Ну, ты вот уже наметила для себя какие-то первые шаги, вот что будет делать союз под твоим же началом? Ну, на самом деле, я же вот в 20-м году я и вступила в Белорусский союз женщин. И мероприятий действительно проводится много. Мне просто кажется, что мы должны, ну, провести такой анализ и понять, что действительно... Вот когда-то президент сказал Белорусскому республиканскому союзу молодежи, ребята, не хватайтесь за все. Вот выделите для себя основные направления. Я вот об этом, собственно, и спрашиваю. Но сделайте так, чтобы они были там самые яркие и самые лучшие. Руководитель, который... Богдан Елена Леонидовна, которая до меня руководила Белорусским союзом женщин, она, ну, на самом деле, сделала очень много. Вообще, это уникальная женщина в том плане, что она же боролась с ковидом-то, по большому счету. Она была на передовой, и она пошла дальше. И, ну, на самом деле, там кулак такой очень крепкий, женщина интересная. Но нам есть куда расти, есть еще кого привлекать, есть над чем работать. И поскольку я еще не так давно, и мне тут, знаете, наговорить можно много, но лучше не словами, а делами показывать, как и что будет дальше. Мне важно от тебя услышать принципы, которые ты будешь транслировать людям, которые вместе с тобой. Вот, я думаю, что вряд ли они сильно кардинально там должны меняться. Принцип очень простой. Я хочу объединить всех женщин. Понимаете? У Белорусского союза женщин могут быть крылья. Матери в беде, общественная организация, это не женщины, женщины. Но мы пока как-то, каждая, ну, как бы, сама по себе, да, и каждая пытается там... Почему любая из них, если у нее что-то происходит, или есть какая-то инициатива, должна бежать к власти, да, или должна там стучаться к президенту и говорить, я хочу, услышьте меня. Для этого и есть общественные союзы, для того, чтобы вот эти инициативы принимать, поднимать, анализировать, и понимать, куда с ними идти, или не идти. Понимаете? Вот, ну, как бы, мне кажется, вот это вот самая важная задача. Ну, ты осознаешь вообще, насколько это может быть очень мощной силой? Ведь... Женщины — это вообще мощная сила, в принципе. Ну, не хочется говорить. Но главное же, чтобы она была созидательная. Да, что это страшная сила, но в хорошем смысле слова. Страшно красивая. Страшно красивая. Но 150 тысяч человек уже есть, и если вот те принципы, о которых ты сейчас говоришь, они, ну, а я знаю тебя, они будут притворяться в жизни, я вполне допускаю, что это будет рост численности организаций. То есть это очень большая организация. Это только женщины. Мы знаем из истории тысячи примеров, там, когда женщины войны останавливали. Ну, так это же женщины, они могут все. О войне. Мы все свидетели того, что происходит на Украине. И мне интересна твоя точка зрения и как женщины, и как матери, и как общественного деятеля. Понятно, что дело закончится каким-то миром, но мы еще не знаем, когда, каким миром, на каких условиях, и сколько за это время, пока этот мир наступит, еще пострадает людей. И в первую очередь, всегда об этом говорю слух, самая главная боль, пострадает детей. Погибнет, не пострадает. Самое страшное, это погибшие дети. Ну, к сожалению, да, надо говорить и так, и погибнет, и сейчас гибнут. Может ли, способен ли что-то, каким-то образом, повлиять на эту ситуацию? Может быть, белорусский союз женщин? Может, как общественная организация, а может, нет? Не знаю, как ты считаешь? Ну, белорусский союз женщин не молчал изначально. То есть, ну, как бы, мы писали во все организации, правозащитные организации, и белорусский союз женщин никогда не молчит, когда дело касается вообще людей, судеб, детей, женщин. Это и когда ситуация была на границе с беженцами. Я сама видела эти воззвания белорусского союза женщин ко всем правозащитным организациям, к сожалению, на них никто не отвечает, не реагирует. То, что происходит на Украине, это страшно. Это вот для нас урок того, что может случиться, если вовремя не остановиться и не переоценить, и не пересмотреть то, что у тебя есть, и не понять, где ценности истины. Для меня то, что происходит на Украине, это гражданская война, реальная гражданская война, которая случилась не, там, 24 февраля. Это то, что происходит с 2014 года. Это то, когда людей сталкивают друг с другом, это то, когда людям не дают спокойно жить и развиваться, когда не дают. Ну, все же началось, мне кажется, не надо пересказывать эту историю, все началось действительно с того, что одни хотели жить так, а вторые хотели жить так, и вот это такая затянувшаяся гражданская война, которая стерла с лица земли саму Украину, к сожалению. Ну, да, уже, наверное, к сожалению, да, можно так и говорить. Дети гибнуть начали не сегодня на Украине, они начали гибнуть с 2014 года. Про Аллею Ангелов мы рассказывали еще в 2014 году. Это были дети, которые гибли от рук украинских солдат, украинские дети, которые гибли от рук украинских солдат, которые просто решили, что люди с другой позиции не должны жить и существовать на территории этой страны. И это продолжается до сих пор. И самое страшное, что вот эти вот женщины, дети, вообще люди, что вообще сами украинцы стали, ну, просто такими маленькими пешками, марионетками в игре, в которой они ничего не значат. В любой стране, при любой религии, при любом строе государственном родители а в первую очередь мама, никогда не учат своего ребенка плохому. Ни американская мама, ни украинская, ни российская, ни белорусская, я не знаю, там, ни мама в Северной Корее, или бог весть еще в какой стране. Что происходит, когда эти люди вырастают? Я об этом тоже думала. Мы все, вот мы все с молоком матери, каждая мама, ну, конечно, тут тоже бывают исключения, но это настолько редкие. Каждая пытается вложить в своего ребенка что-то доброе, лучшее и хорошее. Ну, ведь всегда сталкиваются между собой. Может быть, спроси, мой вопрос покажется тебе наивным. Нет, на него очень сложно ответить. Но, вот, я думала над воспитанием детей, правда, вот, продолжая тему, над тем, как воспитывают нас, как мы воспитываем детей, и какие ценности мы закладываем в наших детей. И, например, европейские или американские ценности. Они ведь тоже закладывают ценности, они учат хорошему, но какие ценности закладываются там, да? Вот смотрите, как нас воспитывали родители, как мы воспитываем своих детей. Мы их учим чтить старших. Ну, я думаю, что и американские детей, и европейские детей тоже учат все-таки там чтить и почитать старших. То есть, почитание старейшего, это всегда, как бы, важно. Но у нас учат детей быть скромными. Ну, нам же говорят, надо быть скромным, да? Нас же не учат идти вперед, несмотря ни на что. Быть скромными, помогать ближнему. Это, ну, христианские такие ценности, которые вот заложены в нас, и которые в нас закладывают родители. Быть милосердными, уметь делиться последним куском хлеба, если кому-то этот хлеб нужен. Ну, правда, вот мы такие очень-очень-таки жалостливые, вот по натуре своей, да? Это, ну, в хорошем понимании этого слова. И как заложено воспитание, например, европейских и американских детей? То есть, они же изначально, ведь являются, и это очень хорошо видно потом, когда вы вот, вы говорили про коучей, про тренинги, по личностному росту, которые пришли к нам откуда? Они пришли к нам с запада. Вот чему учат коучи и тренинги личностного роста? Я. Я центр вселенной, и для того, чтобы моё я развивалось, для того, чтобы моё я пошло дальше, я не должен быть скромным, я должен себя показать, да? Мало того, что показать, ты должен использовать всех, кто рядом, и уметь это делать хорошо. Вот. Хорошо их всех поиспользовала, ты молодец. Вот. Поэтому их понимание, когда их так воспитывают с детства, то, что происходит сейчас, не является той катастрофой и болью, которая является для нас. Потому что для них это просто рост. Рост и переход на какой-то новый уровень, для того, чтобы они могли дальше развиваться. Им нужно ещё больше земель, ещё больше полезных ископаемых, ещё больше дешёвой рабочей силы, и они не видят в этом ничего ненормального. То есть для них это нормальное развитие, нормальный рост. Для нас мы так не можем. Мы сохраняем свои традиции, мы считаем, что каждый имеет право жить, каждый сосед живёт за своим забором и ведёт своё хозяйство так, как он хочет его вести. И никто не приходит к нему, не открывает дверь на кое, не говорит, слушай, ты тут мешаешь моему личностному росту, поэтому давай-ка и иди куда-то, да, освободи там какие-то территории или ещё что-то. Поэтому вот, может быть, в этом, может быть, это я так глубоко там куда-то копнула, но мне кажется, что вот даже в этих моментах такие вещи закладываются. Почему вот именно вот с этой точки зрения и сам себя спрашиваю, потому что, ну опять же, все психологи говорят, что все проблемы человека, которые возникают с ним во взрослой жизни, они все из детства. какие-то комплексы, какие-то страхи, какие-то успехи или неудачи, они все где-то там, просто он их не помнит. Да. Да, и там, если там покопаться, ну это уже там другая история, тема другого разговора, да, но, но все закладывается где-то там с молоком матери. Правильно. И вроде как, я не видел ни одной матери, которая бы учила там своего ребенка, ты должен там украсть, убить, ты должен захватить. Но почему-то, по факту получается, что целое государство ведут такую политику. Но там же не воспитывают их к тому, что украсть, убить или захватить. Еще раз повторюсь, они к этому так не относятся. Они на это смотрят, как на момент дальнейшего развития. То есть, если, ну, во-первых, вы вспомните колонии. Ну, это что было? Это было высасывание ресурсов абсолютно. Ну, с убийством людей. Ну, и, ну, а что тут? Ну, как-то по-другому было? Я думаю, что индейцы, там, американские, если бы их было сейчас больше, они бы очень много рассказали бы нынешним американцам. Но это было оправдано. Потому что нужно было... Но они их вырезали просто. Правильно. А то, что происходило дальше в мире, да? Если мы псевдодемократию решили принести на территорию какой-то страны, то это делалось раз, и принесли. И неважно, куда падали бомбы, ковровые это были бомбежки, не ковровые это были бомбежки, погибали дети, да? Не было важно, потому что это делалось для дальнейшего развития, демократии, благополучия. Ну, как бы вот... Придумать это всегда несложно. Но смотрите, опять-таки, как аккуратно обрабатываются люди с самого раннего возраста. Ведь все вот эти тренинги, коучи и все это остальное, ведь это такая идеологическая обработка общества. Подготовка общества к тому, что оно в определенный момент должно принять то решение, которое ему будет продиктовано. Более послушного общества и несвободного, чем западное общество, мне кажется, найти сложно. Только они этого не осознают. У нас такой обработки нет в принципе. Но их тогда выталкивают оттуда просто, их же вот, скажем так, посиделись. Так у нас, слава богу, остались мы, которых не успели доработать, дообрабатывать. Вот наших детей уже начали обрабатывать и засасывать туда как бы конкретно, да? И вот хорошо, что мы все-таки... Встряска такая произошла, и вот такая переоценка ценностей произошла. В том числе и у нас, у родителей, которые воспитывают детей, и у детей у наших она произошла. Да, может быть, не у всех. Но кто-то все-таки, пройдя какой-то путь, поймет, что мы были правы. Вся надежда на женщин всегда. Мы не подведем. Ну, тут даже не то, что мы только на вас уповаем. Нет, конечно. Но как бы отцы не хорохорились, в плане того, что я там научу, расскажу, объясню, расскажет, объяснит и покажет. Да, но как человек будет смотреть на мир, на его эмоциональный мир, конечно, влияет в первую очередь мама. Поэтому, Ольга Александровна, у вас очень большая ответственность. Кстати, вот еще добавлю, белорусский ссоя женщина, одна из наших задач, это и расширить наше влияние, ну, попробовать найти точки соприкосновения со всеми союзами возможными женскими, которые существуют по периметру. Не важно, как далеко или близко, но мне кажется, вот мы должны быть той силой, которая вот должна попробовать все-таки не просто объединить, остановить, нам, может быть, немножко отрезвить. Вам успехов и на позиции руководителя телекомпании, и на новой общественной позиции. Желаю вам удачи, и спасибо за это рассказало. Спасибо. Спасибо большое. Ну, и мы не можем просто так отпустить умную и красивую, безусловно, женщину. Поэтому это от нас, от нашего агентства и от наших зрителей и читателей. Спасибо. Вам еще раз удачи и крепости духа. Она всегда не хватает, она всегда важна. Спасибо. 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 Спасибо.